Всем привет! В этом видео покажу книжки на греческом языке. Все их купила в магазине Super Action на Кипре. Этот магазин вообще не специализируется на книгах. У них там достаточно маленький отдел, но, как вы видите, много я там купила. Давайте начну вот с этой книжки. Называется она Вечная классика. Здесь Пелоснежка, Пиноккио, Русалочка. Золушка и другие сказки. То есть все, что только можно, тут есть. Картинки хорошие. Книга большая, толстая. Сказок очень много. Стоила она где-то 11 евро. То есть для Кипра это просто находка. Вообще это издательство хорошее. У нас уже много книг от них. Цена-качество великолепное. Такая вот большая книга. Дальше. Эта книжка стоила 4 евро. А в серии были разные книжки. Я взяла именно эту. Называется Дом наш находится, где наше сердце. Очень милая книжка про маленьких. Про семью мышат. Посмотрите, какие картинки. Текста не очень много. Как раз для детей 2-3 лет. Можно, кроме того, изучать, рассказывать, что находится в доме, что на улице. Соответственно, все это на греческом языке, то есть не на русском. Эта книжка мне очень нравится. Итак, дальше еще нам нравится книжка. Она стоила уже 22 евро, то есть дороже всех остальных из этой подборки. Здесь звуки. Называются мои первые рассказы про животных. Вот серая шейка и другие. Рисунки мне нравятся. Они с одной стороны мультяшные, а с другой они очень милые. И вот по тексту есть, например, вот значки. Вот читаем мы ребенку сказку, и тут значок солнышко. Ребенок может нажать. Или там... То есть вот это сопровождение музыкальное. Очень классно. Малышке даже просто нравится нажимать на эти кнопки, разглядывать картинки. Книжки на греческом читает ей папа. Я не читаю. Поэтому, когда она со мной, то она просто смотрит картинки и нажимает кнопочки. Далее еще одна книга про животных. Она для маленьких. Тут есть телефончик в подарок к этой книжке. Стоила она 13 евро. Про животных на ферме. Итак, утро, утро. Проснулся. Петушок и запел ку-корейку. Просыпайтесь, солнышко светит. Спасибо тебе, петушок. Доброе утро, ответила корова. Новый день наступил на ферме. И вот здесь можно нажать на петушка и нажать на коровку. Еще в этом телефончике, я сейчас его покажу, там значит 4 мотива, на которые накладываются звуки животных. То есть каждый раз получается новая мелодия. Малышке этот телефон нравится, хотя все-таки я его считаю, ну, немножко дуповатым, но ей он очень нравится. Звук сделаю потише. Следующий мотив. Ой, я выключила. В общем, можно и отдельно нажимать. Да, а можно и с мелодией. В общем, ребенку нравится. Вообще, у них на Кипре, ну, греческие книги, часто с какими-то игрушками идут, вот, чтобы ребенка привлечь. Дальше. В этой серии тоже много книг. Мы купили красную шапочку. Здесь вот идет текст, и весь этот текст зачитывает диктор. То есть мы нажимаем именно ту страницу, которую открыли. Ну, и так на каждую страницу. А звук, возможно, что как вот из Google Переводчика, не самый лучший, но ребенку тоже она нравится, и в принципе, я довольна. Стоила 10 евро. И последняя книга тоже стоит 10 евро примерно. Тоже это же издательство. И там было много из этой серии, то есть именно с такой обложкой, вот с закладкой. Обложка такая, как сказать, она такая, не могу объяснить, какая, в общем. Картинки вот у всех книг в этой серии такие вот мультяшные. И я взяла именно про животных. То есть мне показалась эта книга самой органичной. Там еще была красная шапочка и так далее, и так далее. но у нас уже я показала сборник первый самый. Вот у нас есть эти сказки «Спящая красавица» и так далее. Вот поэтому я взяла именно про животных. Как вы видите, очень красочная книжка и картинки тоже подходят. Да, для самых маленьких детей, там, ну, примерно 3-4 года отличная книга. Текста не очень много, много картинок и известные истории. Там, лиса и журавль. Конечно, такая картинка не очень поймет, что это лиса и журавль, как мы привыкли, но тем не менее, тут есть и из русской классики, и международной. В общем, хорошая книга, как и все книги. То есть я очень довольна вообще этой покупкой. Ну, купила я их уже месяца 3 назад, просто показываю сейчас, потому что мы должны были их еще и опробовать, прежде чем я покажу.